приветствую друзья очередное видео недавно мы начали на постоянной основе заниматься внутренними практиками о панасате пранаяма или панасате хинаяна там разных школах или она панасате еще читал но тут суть в чем даже не самой практике мы столкнулись и сталкиваемся самой первой проблемой это ноги болят ноги или тело или шея болит почему сейчас это же разберем несколько факторов во первых нужно подготовиться нужно подготовиться в плане хатха йогой заниматься разработать суставы укрепить спину чтобы вы чтобы тело точнее могло выдерживать нагрузку хотя бы час сидеть ровно во вторых нужно наверно не наверно точно пересмотреть свой образ жизни потому что ноги болят не потому что даже не потому что вы не разработанные суставы у кого-то или еще что-то они болят от другого потому что есть люди у которых очень хорошая гибкость шпагаты красивое тело но они не могут сидеть я уже говорил как-то видел тем не менее записывают специально для всех кто хочет это как-то продвинуться в этом направлении понять вообще почему так здесь мы придется говорить об энергетике и о накопленной карме второй фактор это то что у нас уже накопилось карма мы совершали определенные поступки которые привели нас к такому состоянию нашего тела поэтому нужно пересматривать свое поведение и свое отношение вообще к этому миру в частности мы перестаем потреблять пищу мясо различные ну все что же было живое или могло быть живым таки как яйца например и человек чувствует прям большое облегчение в этом плане и постепенно мы как бы перестаем делать определенные поступки которые приводят нас к результату когда у нас все болит и мы вынуждены страдать рано или поздно то что уже проявилась она рассосется боль уйдет при условии если мы перестали создавать причину этой боли надеюсь я доступно объясняю потому что это важный момент на самом деле поэтому растительное питание обязательно не потому что вот как тогда кто-то сказал а потому что это как суть нашего отношения как показатель точнее того как мы относимся к этой жизни там на самом деле много всего не только вот в питании вообще в к отношению мира к миру и жизненные ценности очень важны потому что если мы просто как потребители йогой занимаемся то и результат будет такой вы далеко не уйдете не продвинетесь все время с каждым этапом нужно отыскивать в себе вот эти шероховатости это очень важный момент и второй момент вообще как не только не строя следующий момент это не то что даже само мясо или какие-то правила поведения а то как мы мыслим наши мысли наши поступки наш образ жизни он влияет на энергетику и это как правило такие не знали не то что неизменные они такие примитивные вещи то есть современный человек он занимается примитивными вещами там покушать сексуальное удовольствие там одеться когда красивым что-то такое вот совсем простое посмотреть какой-нибудь глупенький сериальчик в свободное время имею ввиду а на работе тоже как бы большинство работы такая переземистая вряд ли многое людей там пишет картины какие-то или создает какие-то не знаю творческие процессы у него это самые простые вещи но они и общество само в таком состоянии что у нас оттяжелеют ноги я говорю об энергии ее называют апанаваю она как раз таки считается что она расположена в нижней части тела и у кого есть определенные чувствительные способности он знает что пообщался с одним человеком с многими людьми ноги или там в общественном транспорте проехал ноги потяжелели или какое-то дело сделал это же ноги начинают тяжелеть прям чувствуешь чувствуется как наливаются бедра как они такими становятся резиново не резиновыми даже такими бетонными вязкими вот это как раз это у тех у кого разработаны а у тех у кого забиты конечно вы ничего не чувствуете то есть вам просто больно и все но это можно тоже реально убрать переработать именно за счет образа жизни то есть ключевой момент это образ жизни образ жизни зависит от мировоззрения и вот от ценностей повторяю второй раз то есть обратите на это внимание поэтому очень важно подготовиться к внутренним практикам плюс какую музыку слушая чем вообще музыку не стоит слушать если вы занимаетесь медитативными погружениями музыку нужно убирать человек который только переходит может быть ему до подходят мантры какие-то там еще что-то это не факт что эти люди кто это записывают они адекватно ведут образ жизни потому что это тоже все влияет мы работаем с внутренним миром мы его чистим а чисто там где не сбрасывают мусор а сейчас сознание человека это такая свалка в которую все загружают 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 каждый день наоборот нужно ввести такой образ жизни где не будет этих моментов по крайней мере пока и или того момента пока мы не реализуете какой-то уровень вы не ответите на себе себе на какие-то вопросы жизни жизни утверждающие или такие фундаментальные очень важно это все соблюдать потом дам бывает так что человек может заниматься информацией какой-то другой работать уже с более тяжелыми энергиями я сейчас говорю вот для начинающих но я замечаю другое что люди все равно не выполняют это они все равно есть особые уникумы они приезжают прямо на тренировку сюда на практике в машинах я слышу как играет музыка подумает они идут и занимаются какой результат до нулевой причем музыка такая клубнячок вообще дикая примитивная она никак не будет она не то что не способствовать она будет вредить потому что я видел нескольких людей своей жизни у которых разрушилась психика после медитативных практик они не подготовились к таким вещам и каким-то образом у них получилось выйти из тела выйти в общем в тонкое переживание какое-то и то что они там увидели навсегда разрушила в это воплощение по крайней мере их психику и они уже не могли ничего с собой сделать потому что они не занимались не хатха йога не чистили свой внутренний мир не следили за тем что какую информацию они загружают себя естественно не или мясо и все ну то есть необычный образ жизни вели поэтому нужно всегда подготавливаться и постепенно идти к этому вот это очень важно ну и если все-таки уже есть дискомфорт ногах нужно еще один момент такой вырабатывать себе возможность или такое качество как терпение она нарабатывается вообще с детством по крайней мере вот если мы берем концепцию одной жизни это обычно на тренировках нас спорте еще где-то не знаю как по-другому его достичь но у меня так то есть регулярные тренировки и получение аскез в спортзалах они способствовали тому что и спокойно я терпел вот эти первые годы первые полгода наверно когда было тяжко ноги болели очень сильно ну и сейчас тоже бывает тяжелые времена когда приходится терпеть физические нагрузки ну сама способность ее нужно выработать если ее не будет то конечно человек не будет этим заниматься то есть если нет такого качества он будет да поеду лучше в кино посмотрю там или там полежим помедитируем в ванне наберем горячий воду ну то есть такой бред на самом деле потому что медитативная поза она важна она перекрывает каналы она делает тело устойчивым она она способствует на самом деле практике если быть готовым и подойти разумно к этому вопросу поэтому повторяюсь еще раз то есть мы питание наводим порядок как питание следует из отношения к миру к другим живым существам мы следим за информационным потоком своим фильтруем с тем с кем мы общаемся и мы вырабатываем качество определенные терпения и тогда будет легче то есть вы на тренировках я тоже говорил еще одну вещь как это делать поэтому готовьтесь если вам это интересно то это нужно учитывать до встречи увидимся на практиках